Главный редактор фонтанки портала фонтанка.ру Александр Горшков Можно я вас обниму и поздравлю с этим прекрасным праздником? Можно без Александра Львовича, хорошо? Соблюдая, не соблюдая социальную дистанцию А я привитый Отлично, отлично Итак, я вас поздравляю Давайте для начала нашего разговора вернемся немного в прошлое На три получается года назад Напомните нашим зрителям С чего появилась идея проводить подобные фестивали в Петербурге? Все крайне просто Даже получается теперь уже не три, а четыре года назад Потому что фестиваль третий Но в прошлом году по понятным причинам его не было Безумная идея родилась, когда центральный участок ЗСД еще не вступил в строй И я подумал, было бы круто Если бы на этом участке раз в год можно было появиться без автомобиля Пробежаться или проехаться на велосипеде Собственно говоря, все Потом с этим бредом я пришел в магистрали Северной столицы К Алексею Николаевичу Гнатову И он поверил в этот идиотизм Благодаря ему, собственно говоря, сейчас третий фестиваль ЗСД Фонтан Капец Но нам же хотелось еще что? Не просто сделать какой-то фестиваль В конце концов много где бегают, ездят, прыгают или что-то еще Нам хотелось сделать необычный фестиваль А здесь все на поверхности Самая необычная эта трасса Действительно уникальная Мировая трасса, которой мог бы гордиться Любая страна, любой город С которой потрясающие панорамы На Петербург, на современный Петербург На центр, на Неву На все что угодно Даже когда едешь на автомобиле И бросаешь периодический взгляд налево-направо Хочется остановиться А вот здесь есть такая возможность оказаться без автомобиля на ЗСД Посмотреть по сторонам Собственно говоря, вся идея Скажите, насколько тяжело было после прошлого года Когда по понятным причинам фестиваль не состоялся Подготовить такое огромное количество людей Такое огромное количество площадок Такое огромное и большое количество партнеров фестиваля О которых мы сегодня в течение дня рассказывали Когда вы начинали готовиться? Расскажите, вообще верили, что получится? Ну, после прошлого года тяжело все Потому что пандемия бьет по голове Всем, кто болел, кто не болел То же самое, как бы, да И приходится заново возвращаться к этой жизни Мне кажется, мы этим фестивалем Сейчас показываем, что город жив Ну, собственно говоря, никто не сомневался Но это, говорит, мы живы Мы жили сегодня, мы будем жить завтра Мы показываем, что это и есть Петербург сегодня Как бы, да А так, ну, конечно Вы меня, если спросите Если я вам по-честному начну говорить Я вам скажу Неделю назад, полторы недели назад Когда в Москве стали отменять мероприятия Я никому из коллег не говорил Но я подумал Ну, мы живем так уже больше года В прошлом году, когда мы в июле проводили А, не виноват, не в июле Восьмого августа проводили наш фестиваль Фонтанка САП А объявили о нем в самом начале июля Я сказал своим друзьям Ну, у нас процентов 30 шансов есть его провести Мы его провели, как бы, да После этого уже ничего не страшно Да, было бы жутко досадно Именно, если бы вот эти все огромные вложенные силы Я не про деньги, как бы, да Я про огромную команду, которая работала два месяца А последние дни недели фактически не спала Если бы это пошло на смарку Но нам везет Я имею в виду не нам в Фонтанке Нам всем везет Потому что это праздник для всех И праздник всех Расскажите про ближайшие планы Ждем с Фонтанка САП в этом летом? Ну, во-первых, еще не закончился ЗСД Фонтанка Фест Мы ждем сейчас велопарада Да, 7,5 тысяч людей на велосипеде в этом году Больше 2 тысяч было бегунов 100 городов, несколько стран, несмотря на сложности на границах И еще фестиваль продолжается Еще часа, так, три, да, фестиваля, по крайней мере Да, мы на следующей неделе Мы на следующей неделе начинаем подготовку к Фонтанке САПа САПу 31 июля в этом году В прошлом году было 2 тысячи участников И это был, похоже, мировой рекорд Я уверен, в этом году будет больше У нас есть ряд задумок, как сделать это еще зрелищнее, красивее, масштабнее и все прочее В общем, Петербург – мировая столица САПа Но сегодня все-таки это ЗСД Фест И это самый красивый фестиваль здорового образа жизни На мой взгляд, самый красивый фестиваль в России точно Да и в мире таких немного Это фестиваль для всех Для индивидуальных любителей Для семейных команд Для корпоративных команд Для людей любого социального статуса От домохозяек до высокопоставленных чиновников Бизнесмены, офисные работники Молодежь, студенты, все кто угодно Это действительно общий городской праздник Это еще один городской праздник Это еще одна фишка Петербурга Это на самом деле прекрасная традиция, которая уже сложилась Фестиваль третий, будет четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, десятый Чего я вам от души и желаю, собственно говоря Спасибо, Даниил, теперь точно будет Будем жить!